Израиль Основатель и руководитель биеннале Рам Азари вдохновился подобным фестивалем в Берлине. Я был на Берлинском биеннале в 2010 году и вернулся домой с решением, я должен организовать подобное в Иерусалиме. В 2013 году состоялась первая биеннале, в 2015-м – вторая. И сейчас мы горды и счастливы открыть третью Иерусалимскую биеннале. На первой Иерусалимской биеннале были представлены 60 художников, в основном израильтян, а в нынешнем участвует более 200. Кроме местных – художники из США, Европы, Южной Америки, Индии и России. Особенность Иерусалимской биеннале в том, что она посвящена современному еврейскому искусству. То есть мы ищем работы, которые, с одной стороны, современны, в виде арт, инсталляции, и, с другой стороны, наполнены еврейским содержанием. То есть связаны тем или иным образом с еврейскими текстами, традицией, и мы даем возможность евреям и неевреям со всего мира, которые интересуются этой тематикой, представить свои работы. Вы считаете, что в современных модернистских работах можно увидеть еврейское содержание? Вот в этой, например. Не в каждой работе, но есть вещи, которые, безусловно, вдохновлены еврейской темой. Например, эта работа еврейской художницы Миртой Куперник из Буэнос-Айреса называется «Вавилонская башня», и она очень подходит Иерусалимской биеннале. Весьма уместно выглядит в историческом здании британской тюрьмы отдельная экспозиция к 100-летнему юбилею декларации Бальфура, признавшей право евреев на свой национальный дом в Палестине. Сто лет тому назад, в том же 1916 году, были положены на музыку стихи английского поэта Уильяма Блейка «Новый Иерусалим». Его строками исписано покрывало на спящем человеке. На иврите «Холом» – это и сон, и мечта. Моя работа называется «Иерусалимские мечты». Здесь две мечты – английская «Построить в Англии Новый Иерусалим» и еврейская «Бешена Баба Иерусалим» в следующем году в Иерусалиме. Стихи у Иерусалима Блейка написаны здесь по-английски, а еврейские слова на иврите. В моей работе эти две мечты объединяются. Мой дух в борьбе не сокрушим, незримый меч всегда со мной. Мы возведем Иерусалим в зеленой Англии родной. Эта песня стала неофициальным гимном Англии. Если кто-то приезжает в Иерусалим всего на несколько часов, я советую посетить музей Башни Давида, где открыты две замечательные выставки. Их стоит посмотреть. Здесь, в Башне Давида, мы разместили две выставки. Это «Сука» художника Авнара Шера и фотовыставка «Внутреннее пространство» Лили Альмок, которую я курирую. Впервые я встретила Лили в Нью-Йорке. Меня удивило, что она снимает в основном женщин в традиционной религиозной одежде. И подчас трудно понять, кто они – еврейки, мусульманки, монахини. Как правило, мы воспринимаем таких женщин критично. Почему они не современны? Почему не стремятся к свободе? Взгляд Лили был мне интересен, потому что в нем не было ничего осуждающего. Но кроме внутреннего пространства, важно, что происходит снаружи. Что мы ощущаем, видя на фоне живого пейзажа, тело полностью закрытое черным. Это, в сущности, разрезает кадр пополам. Это создает дыру и порождает мысль. А что перед ней, что за ней, что внутри. Эллад, возможно, благодаря этой выставке немного изменилось и ваше восприятие этих женщин в черном. По правде, да. Была некая досада или даже жалость. На улице жарко, и всем любым красивое платье и украшения. Делаем прически. А они говорят «нет» и прячут себя в черное. Но в какой-то момент я поняла, что, возможно, это и есть их собственный выбор. Что они посвятили свою жизнь чему-то неосязаемому, какой-то идее, более духовной с их точки зрения. Что их путь – отделиться от окружения и создать свое внутреннее пространство. Венера, как известно, это классическая модель красивой женщины. И так как она прикрыта от бедер и ниже, в процессе разных проб с моделью, я предложила ей сделать наоборот и показать ногу. И вот результат. Это выглядит очень сексуально. Да, сексуально. У тебя не было из-за этого фото проблем с мусульманами? Да, был случай. На выставке в Австралии хозяин галереи, мусульманин, хотел снять это фото. Но я не согласилась, и она осталась. Башня Давида – это исторический памятник. Картины или фото нельзя вешать на стены. Лили Альмок поместила свою героинь в рамки в виде деревянных ящиков. И, как любая хорошая идея, это добавило выставке дополнительный смысл, породило новые ассоциации. Есть то, что называется «выйти из ящика», как «выйти из шкафа». Но идея не нова. В Танахе, например, Авраам, идя в Египет, посадил Сару в ящик, чтобы не узнали, что она его жена. В греческой мифологии есть ящик Пандоры, из которого вышло много плохих вещей. Но последнее, что было в ящике Пандоры – это надежда. Так что «женщина в ящике» – это образ, который был во все времена. И мне показало, что это подходит. И, разумеется, решила проблему, как это представить. Вторая выставка в музее «Башня Давида» совершенно необычная. Экспонаты можно не только рассматривать, по ним можно ходить, как по земле. Впрочем, это и есть земля Иерусалима, представленная в картах, вырезанных и выжженных из пробкового дерева. Карт, конечно, нереальных, но и не совсем фантастических. И все это называется альтернативная топография. Что означает альтернативная топография? Я объясню. Последние два года я занимаюсь местом в старом городе Иерусалима площадью всего-навсего 950 квадратных метров. На весь земной шаг, на всю Вселенную, 950 квадратных метров. Все религии, монархии, государства тысячи лет воюют, убивают друг друга только ради этого крошечного кусочка земли. Что, нет другого места на планете? Почему все дерутся за него? Ничего не поделаешь. Мы были первыми. Царь Давид купил это место и приказал своему сыну построить здесь храм. И это факт, что место, которое мы открыли, стало центром для всех религий и всех наций. Это главная идея моей выставки, моих карт в разной интерпретации. Есть в основе карты современные, и есть старинные, христианские. Вот это то, что на греческом называется сполия. То есть каждая культура разрушала предыдущую и строила на этом месте свое. Мы, евреи, это видим, путешествуя по Европе. Есть здания, стены которых выложены из обломков еврейских нагробий. И в моих работах я показываю, что это характерно для Иерусалима. И в этих картинах, и вон на тех, есть такой микс. Римский, мусульманский, византийский, предыдущих эпох, вавилонская, например. Вот там я использую надпись, которая тысячи лет, ассирийская письменность. И здесь же надпись «Римлян». А дальше еще больше. То, что связано с Ханукой, Баркохбой. Часть именары и щит первого римского легиона, вошедшего в Иерусалим, с названием «Фаланги». А что это? Совсем другая форма. Как нашли здесь множество артефактов, даже времен первого храма, так и я показал. Ну, что-то типа намека, иллюзии, мои фантазии. А если нашли и часть из скрижа Лизавета, кто знает. Пробковое дерево очень интересное. Если горит лес, пробковое дерево не сгорает. Снаружи оно становится черным, как на тех картах. Снаружи черное, но внутри живое. Мне нравится этот материал, потому что он, как еврейский народ. Его сжигали, сжигали, а он живет. Почти сто лет назад, 93 года тому, первая выставка израильского художника состояла здесь, в башне Давида. Это был Рювен Рубин, очень знаменитый сегодня. Башня Давида была в каком-то смысле первым в Израиле музеем искусства. Так что было совершенно естественным вернуть сюда художественные выставки. И Бейнале действительно возвращает художников в художественный процесс обратно в Иерусалим. Так это и должно быть. И мы счастливы быть частью этого. И поэтому мы смогли быть частью этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин